Сейчас посмотрела видеоролик, разговор с военно-пленным из Донецка, ДНР, Донецка, и с ним разговаривает украинская журналистка. Он сидит толстый, как, знаете, как это, сеньор помидор, помните, это такой, какой-то был там, такой самый главный граф, такой весь наглый, напыщенный, ему в мультики надо играть. Вот такое брюхо, вот такая харя, кепочка еле уменьшается на этой вот никому не нужной головке, такой наглый. Короче, он родился в Донецке, говорит, Донецк до войны весь был усыпан розами, а сейчас там ничего нет. Вот, но 2 плюс 2 сложить не может, что русский мир разрушил ему Донецк и высушил все розы, разрушить не может. То есть понять это не может. Короче, он сидит в плену, и как он разговаривает наглый, у нас в России, на России, даже россияне так нагло не разговаривают с ОМОНом. А тут он сидит в плену, он предал Украину, он убивал украинских детей. И он сидит в Украине, мало того, что он типа сидит у бандеровцев, да, так и его никто ничего не отрезал, ни хуй, ни голову, ни руки, ни ноги, ничего. Кормит, суку, как бы не взорвался. Я даже не сначала поняла, что он военно-пленный. Я вот видела недавно, я бачила фотографии, вернулся в войсковый ЗСУ из российского полона, у него передних зубов нет. А до войны, такой здоровый быч, он такой красивый был до войны, зубы все вот как, ну, хоть, я не знаю, хоть откусили лошади голову, то есть он над этими зубами мог все что угодно откусить. Нет зубов, вернулся с плена, нет зубов. А этот сидит такой толстый донецкий сепар, и никто ему зубы не выбил. Кормит. Он лежит на своей койке, ну, не знаю, может быть, что-то там, какие-то коробки делает и жрет. Спит, жрет, коробки делает, спит, жрет и все. И недовольный. И она говорит, а что вам не нравилось в том, что вот в Украине происходило, почему вы решили, что вы россиянин? А потому что Украина хочет в Европу. Она говорит, ну, а что такого? Хочет, а что плохого? А что плохого? А что хорошего в Европе? Он никогда в Европе не был. Я уверена, что если его закинули, то есть как мяч, он обратно уже не перекинется. Она ему говорит, в Европе достойная зарплата и достойная старость с хорошей пенсией. На что он ей отвечает, а у нас до войны в Донецке было много роз. Как собака гавкает, я играю на пианино, меня зовут Маша. Ну, при чем тут розы и зарплата?